Всем привет, ребят! С вами Лего, и после долгого, продолжительного новогоднего отдыха я, наконец-то, собрал свою ленивую задницу и решил обрадовать вас записать Hard World. Но дело в том, что на сервере Ultra Hard произошел вайб, и поэтому все приходится делать с нуля. Айпишник я, конечно же, оставлю в описании. Те, кто хотят поиграть в Hard World на хардкоре, присоединяйтесь. Здесь будет мощно. Давайте я немного вам расскажу, что же обещали наши замечательные разработчики по этой игре. Я немного не понимаю, почему же, когда ты продаешь очень классную игру, ты не можешь обновлять ее. Ты не можешь прикручивать какие-то читы, да? Ой, ой-ой-ой-ой-ой, античиты. И вот складывается такое ощущение, что как будто бы нас обманули. А в чем мы виноваты? Я думаю, что мы ни в чем не виноваты. У игрушки задумка очень классная. Можно рассуждать и думать о ней очень долго. Что я видел из последнего дев-блога, который хотели сюда воткнуть? Сюда хотели воткнуть кабанью маску. То есть я так понял, что из кабана добывалась бы какая-то маска. То есть даже не из кабана, а из кабана, естественно, добывалась бы шерсть, кости. Ты там, естественно, их переплавляешь в нитки и делаешь из них шапку. Что-то а-ля в Расте волчья шапка, для которой нужен был череп. Так вот, это, по идее, сделать очень легко для, грубо говоря, такого плана игры, где постройка такая своеобразная, майнкрафтовская, где ресурсы компьютер практически не ест. Но я слышал, что они все это сделали на плохой базе, и у них игра начинает забиваться. И они, скорее всего, наткнулись на такую же проблему. О какой проблеме, я расскажу чуть позже. Так вот, хотели добавить пистолеты, береты. Просто из артов я видел грузовик. Грузовик это, конечно, очень смелое решение. Вижу парня, не хочу к нему подходить, потому что это все плохо закончится. У меня нету ни лука, ни топора, и мне просто нужно сделать дом. В принципе, здесь неплохое, ну, место для постройки дома. Но я думаю, где-нибудь начну свою берлогу в горах. Я думаю, что модельки не тяжело рисовать. И поэтому я считаю, что можно сделать даже тот же самый грузовик, либо придумать какую-нибудь деф-ветку, чтобы люди могли там играть, тестировать все эти дела. Было бы очень интересно и классно. Что... опа-на, янтарь выпал, это хорошо. Что еще? Что еще? Сейчас мы зарубим нашего поцака оленя, чтобы забрать с него мясо, покушать. Конечно же, лучше его на костре пожарить. Но это... это не наш вариант, ребят. Мы любим кушать сырое мясо. Так вот. Какой... вот, допустим, грузовик вы бы придумали. И, допустим, при нахождении этого грузовика, он бы, допустим, давался раз в 20 минут. И ты должен за эти 20 минут, допустим, убить как больше народу. Но при этом гонять только по дороге. И чтобы люди, игроки, как-то пытались его останавливать. При помощи стройки, при помощи оружия и так далее, так далее, так далее. То есть, возможность придумать какой-нибудь Mad Max. Блин, сколько я уже янтаря-то набрал. Это вообще не слабо. Здесь уже кабанчики появляются, с которыми дело иметь опасно. Но наша задача сейчас какая? День, дорубить. Все, ночь наступает, мы идем в холмы. Главное, чтобы нас не убили. Гасимся там. Я уже очень в опасном месте, где меня могут убить с одного удара. Гасимся там и начинаем печь. Уголь у нас есть. Уголя у нас целых 13. А у нас нету железной руды. Вот это плохо. Это очень плохо. Нам нужно сейчас найти железную руду. Пройдемся про Тауну. Вдруг бывает только пук. Может быть, что-нибудь повезет. Смотрите, сколько залежей. Мне кажется, я здесь стану богатым, либо кому-то все это подарю. Камни вот у меня немало находятся. Все отлично. Саню нужно как-то возвратить в Heart World. Поиграть Life is Feudal. Как-нибудь погрузиться в эту игрушку. Можно, конечно, на стриме попробовать. Интересно, народ будет смотреть или нет. Но там, конечно, графа будет в Твиче разлетаться просто. Стремная графа будет. Потому что на Твиче битрейт только 3500. А я когда снимал, она настолько погружается в битрейте где-то, наверное, в 40 тысяч. Вы представляете, у вас сколько режется качество, если вы стримите. Это, конечно, обидно. Стримить очень сильно охота, общаться с людьми. Я и стримлю. Но, блин. Ну, что тогда вы, ребята, говорите, что... От, стой! Хорошо, хорошо. Эй, эй, ты чего? Ты чего? Отличный, да, парень? Я ему бью прям по носу. А он не хочет умирать. Так, у нас началась... Холодрыга. Я не хочу в ту сторону тогда идти. То есть, чтобы пойти дальше, нам нужно тупо заиметь одежду. А вот этот вот зайчик от меня убегает. Спасибо, е-мое. Мне нужно найти хорошую руду. Сейчас я это сделаю. Прогуляюсь еще по РТ. Может быть, добуду какой-нибудь двигатель, колесико. Я был бы очень рад. Но вроде как я понял, что я здесь не один. Так вот, я надеюсь, что разработчики также поднимут свои ленивые задницы и начнут уже создавать свои вещи. Потому что они заняли очень классную нишу в сфере сурвайвл игр с автомобилями. То есть, либо их кто-то в скором времени перебьет. Я понял, что если... Вот мне нужно кушать еще. Это очень, конечно, хорошо. Я понял то, что если бы... О, начинается. У меня ни лука, ни станка, ничего. О, нету. Сколько ему надо? Четыре удара, три. И он мне дал кость обычную. Спасибо, друг. 16-27 секунды восстановления ХП. Хоть какой-нибудь бы станочек. Ну что, здесь никакого нуба не было, что ли? Если я сейчас нахожу хорошую руду, я сразу, наверное, иду вверх и построю мини-дом здесь. Начнут, как говорится, все с нуля. Главное не попасться. У меня угля хватит заварить эту руду. Ну, очень много хватит заварить ее. Подожди, я реально не вижу эту руду. Это что, опять просто камень будет с известняком или с чем? Где эта руда? Нам нужна эта руда. То есть, смотрите, нужно... Опа-на, известня глины. Да, как я говорил, уже два янтаря. Янтарь нам тоже нужен. Сейчас чихну. Сейчас чихну. У вас бывает такое чувство, когда вы хотите чихнуть и говорите, что вы сейчас чихнете, но у вас этого не получается. Это настолько противное явление, что хочешь прямо вот сейчас, как сейчас дашь, как чихнешь. Но ты просто не чихаешь. Блин, мандаринка, это тоже хорошо. Смотрите, за все время, сколько я здесь бегаю, я даже никого не встретил. Это хороший старт. Это очень хороший старт, когда вы в нуб-зоне никого не видите. И у вас ресурсов просто уже хватает практически на целый дом. Но мы продолжаем рубить. Я потом, надеюсь, вам покажу, откуда я очень быстро добываю красную, зеленую и синюю руду. Я вам серьезно говорю, прям очень быстро. Но для этого нужно идти в конкретный поход. Туда нужно взять обязательно динамит, обязательно молот, обязательно костер, обязательно сходить на подводную лодку. Вот этот корабль большой. Там растут растения, которые нам как раз таки будут нужны. Из них мы будем... О, красная руда. Из них мы будем, грубо говоря, обливаться. И хрена себе, там кто-то дом построил. И, в общем-то, после этого мы спокойно пойдем в засуху такую. Пески там очень жарко. После этого мы будем бросаться динамитом в большие такие залежи и просто нести домой. Сколько сможем унести, конечно. После того, как вы это все уносите, уже появляются копалки. И можно вообще больше никуда не ходить. Просто развлекаться и воевать. То есть здесь как-то тонко настроили игру. Вот она, железная руда, наконец-то. Там бы еще чуть-чуть. Было бы прекрасно. И я бы пошел вот сюда. Э! Во! Мясо дашь? Конечно же, ты мясо не дашь. Дерево. Это что такое? Что за звук я сейчас только что услышал? Как будто затвор ружья. Ну что, уже сейчас должна ночь наступать. И нам нужно как можно больше ресурсов. Угля у меня предостаточно. Вот мне нужно еще такую, такую найти штуку. Руду, которая, грубо говоря, в земле вкопана с камнями. А мандаринка? Восемь минут мне осталось до смерти. Это очень быстро. Мандаринку нужно съесть. Так, я могу даже мандаринки посадить, когда начну строить дом. Хорошо. Смотрите, я вообще ва-банка пошел в конкретный. Почему? А потому что у меня даже нет ни лука, ни копья. То есть при встрече кого, мне сразу нужно будет бежать. Так, мясо будет? Нет, конечно же мяса не будет. Вот это вот неплохая ресурсная поляна, но, как говорится, неплохая, это да. Но может кто-то приехать и просто вас зарубить. Я думаю, что я сейчас немного, наверное, в другом месте буду жить. Вот где я жил в прошлый раз с Чип и Дейлом, там очень хорошо жить. Но там нужны пуховики. Быстрое развитие до пуховичков. Может быть, мы, конечно, будем мигрировать, я не знаю. Здесь вот очень можно быстро дойти до песочников. Поэтому я сейчас вот эти вот классную руду соберу. Дождите, а есть ли смысл сделать молоток и попробовать ремонтить этот дом? Или это его так сишкой бахнули? Быстрее, руда, собирайся. Что, что ты так долго лупишь-то? Смотрите, кого-то просто взорвало нахрен. И что, был смысл взрывать такой дом? Вот, вот наши залежи. Сейчас загасились, никого не трогаем. И вот эти вот собираем. Камушки очень богатые. И отсюда уходим. Просто отсюда валим. И из них появляется самый первый, мать его... Всё, ланг, модиум. Э, ты собираешься умирать? Нет? Два удара кирки, и тебе по братбану. 16 минут, соухангри. Вот тебе 19 минут. Всё, я думаю, сейчас надо уходить. Уже надо уходить, уже. Иначе, иначе всё будет, всё плохо закончится. Так, вот тебя мы, парень, ещё убьём. Смотрите, он даже меня не достал. Уроки кайтинга не проходили зря. Быстрее вот эту ещё руду. Смотрите, кто-то живёт и не парится. У кого-то очень богатый дом на скале. На скале очень классно жить, на самом деле. Поэтому нужно что-нибудь придумать тоже такое своеобразное. Двинем туда, где никого не встретим. Всё. Темень пошла. У нас вроде как всё есть. У нас даже есть апельсинки, которые мы посадим и покушаем. Я думаю, за 13 минут они очень быстро вырастут. И не будут нас трогать. Потом нам нужно будет очень быстро развиться до винтовочки. Сейчас пока рано. На хардкоре сколько? 20 человек. Под вечер будет под 40-60. 60-60, конечно, вряд ли, но 40 точно будет. И уже здесь вот так вот не походишь, не поформишь. Поэтому нужно аккуратно всё это делать. О, нормально. А нет, я думал, он лыганул. А с него вывалился жир. Это очень хорошо. Так, забегаем сюда. Думаю, соседа здесь никакого не будет. Здесь начнём наше строительство. Опа-на. А что, можно там жить? Опа-на. Опа-на. Я, конечно, слышал, что сейчас можно скалы жить, тотем пропиливать. Но это неинтересно. Это не наш вариант. Уже темнеет. Здесь я бы хотел позакрывать все эти горы. Как-нибудь, не знаю, как-нибудь, в общем-то, схитрить. Так, сейчас сделаю, чтобы вам было хорошо видно. И, наверное, начну, начну данную стройку. Начну я её, наверное, вот с этого до... Вот здесь вот, где-то вот здесь вот начну. Я сейчас думаю... Вы... Тихо. Главное, чтобы меня никто не трогал. Я думаю, вы поймёте в дальнейшем, что я хочу сделать. Так, у нас не так-то много и дерева, на самом деле. Я всего лишь нарубил около сотки. Но и время я на это не очень сильно затратил. Хорошо. У меня возникла ещё одна идея. Подняться чуть повыше, чтобы вообще было жёстко. Опа-на. А чуть повыше уже холодроган, да? Ага, здесь не я такой один хитрец. Здесь уже есть чей-то дом. Так, мы сейчас поставим... Подожди, я что-то не понял. Он мне не даст здесь построиться, что ли? Так. Эту штуку мы сделали. Дальше поехали. Нам нужно срочно сделать костёр. Костёр или мы сделаем жаровню. Мы жаровню не сделаем, но на костре замутим. Так, нам нужно 20 дерева. Вот эту штуку. Хорошо, пока у нас всё это делается, мы здесь насажаем апельсинок, чтобы не сдохнуть. В конец 27 минут у нас поставим костёр, чтобы не помереть тут. Зажжём. Нет, мы смотрите, как сделаем. Мы вот так вот сделаем. И вот так. Вот так вот. Выгорание топлива. Сейчас температура закинется. Смотрите, нам нужно всего лишь 400. 400, насколько я помню, наберётся на углях. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Эй, ты давай полегче, парень. Парень, 400. Ну, сейчас вот выгорит это старое топливо. Ладно. Дальше что у нас? У нас, конечно же, шкаф хранения. Это попозже. Печь это, естественно, всё попозже. В инструментах мы находим столб владельца. Мы находим вот эту вот штуку. Ага, нам на неё пять нужно. Ну, всё, ждём, когда варится. Смотрите, не зря я добыл янтарь. Без молотка делать просто нечего в этой стройке. Ладно. Мы тогда сделаем всё очень простенько. Мы сделаем оружие. Вот смотрите, самое интересное, когда вы стоите спиной. Это первый признак, чтобы быстро умереть. Я сколько раз умирал в этой игре просто стоя спиной. Просто подходит чувак и в затылок наяривает. А он нас как может увидеть? Он нас может увидеть очень просто. Потому что горит костёр. И когда горит костёр, начинается вот это бакханалие. Это нужно бояться ещё в два раза больше. Ой-ой-ой, я аж нагреваюсь, представляете? Представляете, как хорошо пошло дело. Так, мы это сделали. Нам нужно срочно молоток, пока мы стоим здесь. Инструменты, инструментарий и молот. Молот, янтарёк, кожица и деревья. Создаём, делаем молот и попробуем ремонтить пацану дом. Я, конечно... Ой-ой-ой. Давай без соу хангри. А то сейчас тепловой удар здесь получу. Так, нажимаем фэй, уничтожить. Ну, давай, пожалуйста, братан. Эх, а вот отсюда? Тоже никак, да? Ну, всё нормально, он, значит, построил. Тотем у него там есть. То есть, таких сейчас вроде уже не найдёшь, да, Лошков? Ну, ладно, ладно. Хорошо. Мы тебя трогать, конечно, не будем. Но мы тебя, наверное, по-другому подпилим. У нас тут как вообще? С этим всем делом всё варится. Всё заварилось. Теперь нам, пожалуйста, давайте... Что давайте сделайте? А ничего. Мы начнём сейчас нашу стройку, нашего домика. Мы её отсюда и начнём. Очень голоден, это плохо. Начнём с фундамента. Чтобы сделать фундамент, нам нужен бетон. Бетон, иди сюда. Бетон, быстро. Бетон. Сделаем, наверное, на всё, на сколько у нас хватит известняка. Хотя, не думаю. Я думаю, что вот так тихонечко жестить не надо. Вот так вот, соточку. Думаю, нам вполне хватит. Ты не устал гореть ещё? Выгорание топлива. Отлично. Отлично. Ладно, поехали. Фундамент. Э! Где фундамент? Вот фундамент. Поехали. Мы, наверное, сделаем сначала одинарный домик. То есть, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть очень просто. Очень просто и со вкусом. Вот эту штуку нам нужно забрать, чтобы она не моросилась здесь сейчас. А я её не могу забрать, потому что очень горячо. Хорошо. Тогда начнём отсюда. А может быть... Может быть, знаете что? А может быть, вот так вот сделать? Как это? Вот так вот. Так. Вот так вот поставим. Ну, опять я начинаю, короче, жестить. Я люблю это делать. На самом деле. Так. Сюда. И здесь не достает его территорию, да? Или достает. Эй, парень. Хорошо. Мы сможем допрыгнуть? Да. Мы допрыгиваем до сюда. Здесь ещё повыше. И смотрите, тут даже видно лодку. Нифига себе. Вот это местность. Вот это классно. Можно всё вот это забрать себе и видеть, что где творится. Поехали. Берём молоток и начнём с простого домика. Фундаментного. Вот этот раз так вот сделаем. Поставим тотем и закроемся. Нам пока хватит. И вот так вот. Далее мы сделаем каменные стены. Камня у нас много. Подождите. Дело не в камне всё. Нам нужно тотем. И потом посмотрим уже, насколько всего хватит, чтобы отсюда спокойно появляться. Видите? Спокойно за 20-40 минут можно сделать домик и жить в нём. Шкаф, конечно, тоже нужен. Даже очень, я бы сказал. Жаровня тоже нужна. Но до жаровни пока ещё рано. Нам что нужны? Нам нужны столб владельца. Обязательно просто. Без него вообще никак. А где? А вот, да. Делаем столб владельца. Смотрите, два янтаря. Два янтаря, которых тяжело найти на старте. Потому что нужно рубить, рубить, рубить. Без рубить ты никак не найдёшь. Хопс. Здесь перепрыгиваем. И поехали. Ставим тотемчик. Вот он. Тотемчик. Смотрите, какую территорию забирает. Если я пойду туда, там нужно, конечно, ещё будет тотемчик. Но нельзя разместить здесь, говорит. Нельзя разместить здесь. Всё, поехали. Теперь у нас что? Теперь у нас каменную стену, я не знаю, хватит ещё камня, нет? Вот хотя бы, знаете, хотя бы... Ай, что такое? Осталось ноль каменных стен. Не хватило. А у нас что по ресурсам? По ресурсам 35. Тогда деревом, что ли, доделать каменную дверь? Нам ещё нужно проём. А это из дерева. Больше никак не сделать. Ну, пойдём делать проём. Вот эту можно штуку ремонтать, чтобы пока никто туда не забрался. И дальше уже жестить. Мамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамам Никто не додумается, что я даже здесь живу. Но на проем мне, конечно, не хватило. Это я немного тупанул. Вот этот столик сюда мы ставим. Столик я поставил. Ящичек. Ящичек сразу сделаем, чтобы не париться и быть самым богатым челиком. Так, а мы можем себе еще и портфель замутить. Беспаливо так портфельчик. Хоп. И появился лут. Ладно. Дальше поехали. Инструментарий. Столб мы сделали. Динамит нам не нужен. Смотрю просто, что есть. Волосы. Это понятно. Одежда, оружие. Кстати, можно оружие сделать. А можно и не делать. Давайте сделаем оружие. Сделаем лук обычный. Вот ниточки. Ага. Сделали. Сделали мы с вами. Ни на что не хватает. Все. Это капец. Это капец, ребята. Тогда мы делаем 40. Только 40 получится, да? Только 40. Хорошо. Я хотел еще этот сделать. Как его? Большой шкаф, но не могу его найти. По идее, в механизмах шкаф для хранения. Но дерево я, конечно, просрал. Все просрал. Так, молоток сюда закидываю. Это сюда. То есть, была-не была, как говорится. Это сюда. Это сюда. Я имею в виду, положу то, что мне меньше всего надо. И пойду дорублю еще дерево, камни и прочего говнеца, чтобы мне как-то полегче живось. Потом я вот пойду туда. Мы как раз очень близко живем. И между этими скалами должны быть как раз-таки данные апельсинчики. И знаете, что еще? Не впадло вот этот бетон так ломать. Я надеюсь, сосед не придет. Давайте сейчас еще посадим сверху, чтобы не отвлекать. Смотрите, уже восемь. Мне нравится. Так, я уже отжираюсь. Апельсинка не отожрался. И давайте начнем, где здесь посадим, чтобы не мешалось. Сделаем мини-ферму. Вот таким вот образом. Все хорошо. Сейчас еще здесь спустимся аккуратненько между скалами. Здесь может быть, здесь может расти трава. Так, трава-травинушка. Вот здесь я могу упасть и разбиться. В горах чаще всего вот апельсины. Бывает еще трава. Это хладагент, который называется. Он для холодильника нужен. Смотрите, сразу два ростка. То есть мы сейчас покушаем и вообще станем очень крутыми и серьезными парнями. Пишите тоже в комментариях. Не забывайте ставить лайк, потому что начальное развитие, оно такое тяжелое. Особенно, когда, если вам мешают, то очень тяжело выжить. Сейчас мы здесь апельсинок наберем. Посадим у нас крутую ферму. Из нее мы будем делать тухлые апельсиночки. А из тухлых у нас будет очень много топлива. А топливо это залог дрели, залог успеха. И залог ресурсов. Я думаю, в следующей серии мы пойдем на этот, как его, на кораблик. На кораблике мы, что мы сделаем? Мы соберем крем. После этого принесем домой. Сделаем динамиту. Наберем хорошие руды. И уже после этого, я думаю, мы отправимся в соло, в путь такой. У нас будет далекий-далекий соло-путь. Здесь, главное, не забыть, где мой дом. Это будет вообще смешно, если я забуду, где я живу. Сейчас тоже лучше ни на кого не нарваться. И спокойно все подформить. Так. Ну, а я тогда, думаю, ребят, мы с вами сейчас попрощаемся. Потому что я доформлю какие-то секреты даже вам рассказал. Которые сам по пути даже не ожидал. Мне кажется, это очень классно. Это что, мой дом такой беспалевный? Да, ребят, беспалевный дом. То есть, как бы, в чем секрет-то заключается? Грубо говоря, к моей скале можно будет не подстроиться. Если я там все тотемами наставлю, очень тяжело будет застроиться. Естественно, нужно искать какую-нибудь такую маленькую гору, на которую ты сам залез. Я слышу, у кого-то копалки работают, да? Прям слышу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, мать его. Что ты здесь настроил, парень? Давайте посмотрим, как горится. Возьмем апельсиночки. Я думаю... Блин, ну это псих какой-то. Так, у него раз, два, три, четыре этажа. Ага, возьмем мы апельсиночки. Он хитрый парень. Хитрый. Смотрите, что у него там стоит. У него стоит верстак. Вход он закрыл. Апельсинок много. Я знаю, чем я буду. О-о-о-о. Там кто-то есть. Там кто-то есть. Забраться сюда можно очень легко. О, парниша. Парниша куда-то побежал. Подожди, он откуда вышел? Отсюда, да? Ты что, реально отсюда вышел? И что-то жрет, что-то жрет. У него апельсинок много. Хорошо, ладно, мы пока не будем его трогать. Здесь тоже вроде никак не зайти. Ну, молодец парень. А я молоток взял? Молоток я не взял. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам даже не нужно будет идти к лодке, если я сейчас смогу вот это взять. Главное не помереть, ребята. Давайте еще раз. Заход номер два. Ой. Так, заход номер два. Если я туда попаду, не дай бог, это будет эпик. Я просто вот этот соберу кактус, который мне очень сильно нужен, чтобы пойти в дальнее путешествие. И уже мы с следующей серией сможем двинуть в это дальнее-дальнее путешествие. Ну, надо подумать немного, не торопиться. Нужно не торопиться. Но забраться вроде как можно. Даже подстроиться можно. Ох, ё-моё. Вот это меня пульнуло. Так, мандаринку взял, но мандаринку мне не надо. Ой. Что-то по хп мало осталось. Ладно, я пошел отсюда. Знаете, что я сделаю? Я, наверное, сейчас приду сюда с этим. Ох, ой, все. Все, все. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Может быть, что получится сделать? По фасту. По фасту. Отлично. Где тут все мое? А что, все? Забрали уже? Что? Я же здесь оставлял. А, ну вот же, все есть. Не паникуем, не паникуем. Возьмем на крестик. Где его дом? Я уж испугался, думал, а где мой молот? Единственное, что мы сейчас можем молот просрать. Вот в чем весь косяк может произойти. На топор-то с киркой вообще насрать. А вот на молот? Это уже будет поинтереснее. Сейчас посмотрим. Вот этого парня, может быть, можно что ремунуть? Без полеток. Ага, нельзя. Тотем поставил, молодец. Хочу посмотреть все местности. У него все-таки не такой защищенный дом. Почему ресурс тут не дается, когда я ремуваю, а? Жалко очень все это. Хоп, нет. Был дом, нет дома. А представляете, если кто-то его ставил? Ибо... Тихо! Вот это я чуть не спустился. Блин, ну у него всяко там должны... Ну нет, у него там тотем стоит. Он не настолько тупой, чтобы себе портить, грубо говоря, здоровенный дом. Я просто думаю, возможно, где-то можно что-то ремунуть. Возможно. Но не точно. Сейчас заберем весь наш старый лут. И если не получится, то тогда закончим. Вот такие дела. Лега говорит про пиарь сервак, а то онлайна мало. Изи. Заходите все, ребята, на сервак. Ставьте лайк. Лорекс попросил. Сейчас в чате Лега сделал. Давай, 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 давай. Я хочу посмотреть на твою супер территорию. По-любому у него стоит посередине шкаф. Либо на втором, на третьем, четвертом этаже. Не важно где. Так, 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 так. Быстрее, быстрее, быстрее. Где? Где-то здесь упал же. Блин, он там ходит. Я слышал, что он там ходит. Где мой сундук? Ты забрал мой сундук, да, падла? Смотри, он мой сундук забрал. Хорошо. Я иду ремовать. Просто пацан зашел на сервер, начал себе дом строить, потом забил на все это дело. Пошел чуваку дом ремовать, если получится, конечно. Это будет эпично. Нет, 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 нет и нет, и еще раз нет. Не получается. И фундамент здоровый. Блин, ну я уже не хочу сюда забираться. Ну почему вот чуть-чуть не дает, а? Ай, упал опять. Ладно, а если там как-то... Опа-на. Вот так вот упал. И вот так вот упал. И молот просрал. Все, ребят, я пошел домой. Началась буря вьюга. Курюга. А я думаю, что я вот сейчас вот так тихонечко дойду домой. Ну не получилось забраться как-то к пацану, но я думаю, у нас получится. Получится все это дело. Я пошел. Не забывайте ставить лайки, ребят. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok